здравствуйте друзьям здесь рекомендую слушать его полностью ситуация в том что позвонила одна цапля да и и подменил другой более опытный сотрудник прямо в процессе разговора я аж не ожидал когда это понял через секунду у меня аж закипела все диалог классный получился посмотрите я так понимаю это ее старший перезвонил скорее всего представляете какие там старшие и что там из себя представляют стажеры ребят действительно прикольный ролик послушайте рекомендую очень до конца что надо вам сказать внятно вы александр валерьевич совершенно верно меня зовут алексин фамилию по отчетливо пожалуйста алексинка ванильна сергеевна звонок вам поступает по поводу финансовой задолженности вашей передовщиком сограниченной ответственности микрофинансовой компании честное слово долг у вас составляет 17 695 рублей на 28 февраля 2012 год просрочек у вас составляет 25 дней микрозайм вы оформляли 25 октября 2012 году дата возникновения задолженности 4 января 2012 год но на договора 97 20 93 ваш кредитор выставил требования на полную оплату в течение 24 часов согласно статье 34 гражданского кодекса оплату будете производить сегодня или завтра после того как увижу это окончательно требование докумен это документ документа окончательное требование то что и то что вам документ нужен александр валерьевич вы нарушаете на протяжении 35 дней условия вашего договора это эксперимент это эксперимент я провожу эксперимент момент обыкновенный эксперимент мне интересно как будет действовать микрофинансово да это начало эксперимента было теперь он в самом разгаре как же они будут действовать когда вы намерены сейчас оплачивать зачем это эксперимент пока что поводов нет эксперимент самом разгаре трудное сочетание александр варьевич это далеко не эксперименты а почему это может быть экспериментом по вашему мне интересно реально у меня пытливый ум это все закончится вот сейчас звонят коллекторы от имени организации микрофинансовой нарушая закон то есть по на основании одна тысяча пятого до тысячи пятой вы обязаны максимум сообщить мне о долге да и предупредить о возможных последствиях ни в коем случае не выяснять у меня и не вводить меня заблуждение более того даже не удосужились выяснить кому бы вы позвали а там что да и то и что и вы так а вы на основании чего работаете на основании агентского договора ну так вот на основании агентского договора позвонили сообщили о долге и напомнили о возможных последствиях и все а же когда отдавать что отдавать да более того вы неправильно поступили сообщив мне всю информацию не выяснив я ли это просто спросив кто это и все так мы любой человек мог сказать каким образом я вас ввел заблуждение я вам сам позвонил сказал я такой-то такой-то расскажите мне про меня все не дорогуша вы мне позвонили просто протараторе ли спросить я это я вам ответил я неужели так любой другой не мог сделать а вы говорите про какой-то закон в вашем случае любой закон это просто набор слов настоящий своей фамилии имя отчества никто вам представился я сказал да это я ну и чё ну даже если бы я сказал повторил за вами фамилию имя отчества что это не я ну хорошо хорошо окей ну прежде ну ладно ладно человек ввел вас заблуждение но вы не смотря на это полностью всю информацию слили не намеренно зачем звонила тогда диалоги в таком тоне в каком тоне оплачиваете да пожалуйста давайте нет меня эксперименту самом разгаре не только человек задолженности к вашей давайте вводите заблуждение кого кого не водить за а кто вы такая дамочка кто вы такая максимум что я могу квалифицировать это голос из трубки а вот я вам напомню чего мы начали с официального требования меня нет никакой задолженности вот так интересно интересно у меня нет никакой задолженности для чего мне это делать чтобы вы мне не звонили это будет доказательством а мне но зачем я не обязан доказывать свою невиновность это тоже закон слышали об этом да у вас обязательство перед честным словом имеется вас задолженность имеется я готов с этим поспорить поспорьте хорошо нет но если вы вступите собственно говоря готов я готов то поспорить но с кем спорить я с честным словом хочу спорить а вы кто такие я чего вас что-то брал мы представители вашего а на основании чего вы представляете этого вот этого кредитора как на основании агентского договора еще раз повторю но все спросили напомнили до свидания сказали извинились за то что беспокоите меня вот и все я ничего смешного александр валерьевич ну мне то весело нет если у вас чувством юмора туго как у многих женщин то это ваши проблемы мне весело эксперимент еще раз повторяю в самом разгаре где окончательное требование на бумаге как так должно быть в официальных разбирательствах вы понимаете что без бумажек вы какашки только с бумажкой вы человеке но в вашем случае даже это вот не поможет друзья внимание кульминация сейчас перехватывает трубку ли что там у них переключает на себя берет удар на себя и и наверное какой-нибудь куратор старший или какой-нибудь ее нам стажирует а девочка я так себя прямо так вот представляю девочка сидит на стажировке и вот там несколько звонков сделала уже вроде как что-то там под научилась чему-то тут нарывается вот на такого персонажа а этот сидит наверняка рядом тоже в наушниках и контролирует как она работает видимо ну там уровень сложности клиентов там как-то давать но не знаю как там у них все это в этом петушатники курятники устроена вот он сидит и наверное его там все всего свербит он там места себе не находит когда слушает как я с ней разговариваю и как она отвечает и он наверное думает блин ох мне бы он сейчас попался ух и если бы я бы ох мне бы надо самый последний момент он перед тем как вот сейчас она видимо уже у нее сил не хватает вы слышали что-то там она про бульбукала там и он хватает с такой уверенностью в себе наверное у нее гарнитуру там этот микрофон или чё там у них я не знаю все сейчас я профи там знаете как на ринг выходит какой-нибудь там супер-пупер чемпион да против какого-нибудь там сейчас я его порву и вот мы понимаем точнее получаем сейчас результат слушаем что из этого порву получилось ребят я конечно был очень удивлен сейчас услышите все алло не надо александр валерьевич а уточните будьте любезны это руководители александр валерьевич скажите пожалуйста на основании какой бумажки мы должны вам предоставить эти документы они мы не хотите не представляете нет ничего я не говорю что вы должны ваша вот это вот вот это вот ваша давайте давайте отталкиваться от вашей логики да я пытаюсь развить мысль а вы меня перебиваете более опытный сотрудник я так понимаю а есть юристы у вас там в компании а вы с какой целью интересует хочу с юристом поговорить да хочу очень сильно вы мне можете назвать основание предоставления вам документа есть какой законная да я не ну я я не требую она просто заявила что компания выставит да послушайте давайте я пытаюсь объяснить какой бойкий я пытаюсь объяснить и не получается почему да я то никуда не тороплюсь я не тороплюсь никуда ну давай говори а я потом скажу я вопрос задаю вам я пытаюсь ответить слушать дундук какой трудный ты думал она трудная нет и трудный ты намного труднее теперь понятно кто там работает слушай она сказала окончательное требование мне компания выставила я говорю дайте мне это окончательное требование и чё будет если я не вы не уложусь в эти сутки вы отказываете сплотить вы только подавляю запись скажите я хочу да 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 чувак делай погромче под запись разговора я отказываюсь сплотить пока они мне не предоставят официальных документов нет документов я считаю что никому ничего не должен каких документов никаких нет нет у меня договора на электронной почте сумасшедшие сумасшедшие ребята знаете что такое долговая расписка на основании закона банка нет 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 так давайте тогда ну надо с этого диалог начать если вы не заключали договор займа тогда зачем вам платить согласен платить не нужно обращайтесь выделение полиции чего а мои права нарушены или кто-то там пытается вымогать у меня что-то вы считаете что не ваша права ваша сейчас будут занесены в базу должников понимаете это вашу первую очередь ваших я сказал вот это вот сапли перед тобой которая была я говорю эксперимент не интересно как это все будет происходить александр валерий ну ты за без разговора послушать все поймешь можете адекватную информацию воспринимать я вам говорю да какая адекватная информация может идти только от адекватного человека а не от коллектора если вы займ не оформляли идите в полицию на хрена ты ответь сам на свой вопрос дебил на хрена мне туда идти я вам объясняю зачем зачем от кого защищаться полиция защищает права граждан мои права чем кем нарушен собой что ли ну чё будет чем не грозит от вымогателей от таких как ты защищаться да я вам сам могу зубы повыбивать если вы заявитесь ко мне не говори со мной только параллель тогда я буду конструктивно с тобой говорить только ты в параллель со мной не говори не по делу я с тобой говорю да я вообще скажи спасибо что я с тобой говорю чудо ты гороховая давай вот именно попрощайся и забудь мое имя чудо дей это вот это мне не знаю как назвать нокаутом нокдауном или вообще техническим поражением ребят ну правда прикольно на чё он надеялся он еще тупее чем она была она хоть как бы там по скромности своей такую ахинею не несла этот и так и это к заворачивается сам своих же мыслях путается не знаю задумывался он над вот этой необходимостью в полицию идти зачем для чего мне в эту полицию идти просто если вот мне звонят да пускай звонят ради бога вот они неужели думают что их звонки могут кому-то хотя да многим они мешают жить пугают очень сильно но у меня всегда вопрос остается ну как можно такого испугаться там же по голосу можно его картину нарисовать просто слушая его голос и вот ее вот этой цапли перед ним нужно просто нарисовать себе картину как это все выглядит в лучшем случае никто не будет офис дешевом здании там 20 квадратных метров в подвальном каком-нибудь соколе да и все и вот одна девочка вот такая и он какой-нибудь недорогой компьютер на которой максимум что вмещается эта программа звонильщиков вот этих вот и все и все и и просто идет прозвон больше ничего он себе извините за выражение яйца быстрее откусит чем даже потизе представит что он кому-то может приехать и с кем-то с глазу на глаз поговорить то есть личная встреча для него это страшно так как не может быть вообще не знаю что в его жизни он наверняка ложится спать с мыслями какие-нибудь у него проскакивает вдруг а если блин меня выследят все-таки выследят меня да я там вымышленными именами представляешь но все равно чисто технически меня можно проследить но они же все равно понимают что где-то их там данные есть их можно проследить и они все время об этом наверно трясутся потому что это чудо день как я уже сказал да такое ну просто я не знаю уже меня понесло ладно друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки кому это нужно интересно обрастайте знаниями перестаньте бояться эту шушеру другого слова не назовешь не придумаешь шушера на самом деле просто бесполезная беспомощная сборище каких-то недоумков зачем их бояться не надо ему подобляться вот возьмите посмотрите как устроена работа кредитных юристов на нашем сайте ссылочка в описании поймете что мы делаем ничего сверхъестественного не делаем все до такой степени стандартно просто и легко можно сделать чтобы просто перестать платить если вы не можете это делать друзья мои также вступайте в группу вконтакте ссылка на группу в описании этого ролика с вами был кузнецов дмитрий счастья вам благополучия и финансовой свободы до свидания